Приветствуем всех любителей впечатляющих видов и захватывающих кадров. В этом видео вас ждет подборка самых удивительных и невероятных съемок, сделанных с помощью дронов. От диких животных до скрытых уголков природы. Каждый кадр раскрывает красоту и мощь нашего мира с высоты птичьего полета. Готовьтесь удивляться и восхищаться вместе с нами. Вау, друзья, это что-то невероятное. Представьте себе, дрон заснял полет величественного орла. И вы не поверите, орел смотрит прямо в камеру. Оказывается, с высоты птичьего полета скрывается столько ракурсов невероятной красоты. И благодаря техническому прогрессу мы имеем возможность наслаждаться такими кадрами. Интересует тот только одно, как он вообще туда забрался? И как он так спокойно сидит в обычном гамаке на такой ужасающей высоте? Столько рыбаков в одном месте вы однозначно больше никогда не увидите. Каждый год в этом месте собирается более 10 тысяч рыбаков на благотворительные соревнования. Вот это настоящая слаженность, а главное, вместе всегда веселее. Архитектору и разработчику такой забавы точно нужно дать премию. Люди могут поиграть в классические аркадные игры прямиком на огромном офисном здании, которое служит для этого экраном. Даже находясь под водой, невозможно было бы охватить это завораживающее зрелище целиком. И только благодаря съемке с высоты мы можем так детально заглянуть в неимоверно интересную подводную жизнь. Бассейн на крыше это конечно очень замечательно, но только для тех кто находится в бассейне. Людям пониже в таком случае нужно привыкать к постоянному дождю, даже если за окном солнечная погода. Кто бы мог подумать, что человек в силах передвинут даже целый огромный пласть земли по воде. И для этого нужна всего-то парочка десятков кораблей. Но зато результат впечатляющий. Только посмотрите на эти уникальные кадры запуска ракеты. Хоть полет и потерпел неудачу, но выглядит это действительно захватывающе и в то же время жутковато. Время, которое мы проведем вместе с вами, пролетит незаметно. А послевкусие в виде отличного настроения мы гарантируем на 100%. Человек достиг такого уровня прогресса, что может спокойно передвигаться сквозь ледяные глыбы по воде, не боясь никаких последствий. И даже наоборот, может в полной мере насладиться этими завораживающими видами нашей удивительной планеты. Здесь трудно даже выделить что-то более впечатляющее. То, насколько ровная граница между ледниками и водой, или то, как легко и беззаботно этот белый медведь рассекает в этой ледяной воде. Удивительные тропические леса Мексики. Выглядит просто волшебно. Но все же не стоит забывать, сколько опасности они могут в себе таить. Эти рыбаки явно не были готовы, что в какой-то момент рыба на волнах сама поплывет в их руки. Или даже наоборот, начнет охотиться на самих рыбаков. Трудно представить, как наша природа сумела сотворить такое чудо. Это озеро имеет настолько чистую воду, что создается впечатление, как будто оно полностью прозрачное. Более того, в нем нет абсолютно никаких форм жизни. И температура в 9 градусов сохраняется круглый год. А мы набираем обороты и двигаемся дальше. Ведь все самое интересное еще впереди. Тот случай, когда дикая природа сталкивается с современными технологиями. Этот леопард просто хотел подружиться с камерой. Ну или слопать ее. Какое же душевное спокойствие и умиротворение можно получить только от этих видеокадров? А побывав там живую, наверняка можно забыть о всех своих проблемах. И вот это все новенькие работающие электрокары. Этим парапланеристом руководит чистый адреналин. Даже простой полет на такой высоте может вызвать мандраж у большинства людей. Но парню этого слишком мало. Он решил пролететь над самым настоящим вулканом. Но, правда, ради такие моменты и правда невероятны. Особенно вживую. Трудно даже почитать, сколько их там. Даже небольшие, казалось бы, точки снизу – это тоже самолеты. Ради таких видов не жалко никакого потраченного времени, чтобы взобраться на гору. Все произошло настолько быстро, что трудно даже понять, что вообще случилось. Но выглядит это действительно эпично. Построить целый продуманный городок на таком склоне – поистине чудо архитектуры, не подвластное законам физики. Если у вас появилось желание переключиться, не торопитесь. Скоро начнется настоящий драйв. Вот это да! Настоящее поселение прямо посреди моста. Главное, чтобы у жителей не было никаких фобий, не связанных с водой высотой. Это точно наша реальность. По улицам города буквально разгуливает огромный роботизированный паук, который увлажняет воздух водой в сильную жару. Неужели будущее уже наступило? На спортивных соревнованиях с мячами нужно быть аккуратнее не только игрокам и зрителям, но, как оказывается, еще и техники. Ведь перед силой удара уязвимы все. Поверите вы в это или нет, но камера дрона зафиксировала очень жуткое явление, где прозрачная фигура призрачного всадника двигается прямиком в древний замок. Иногда человек не в силах что-то противопоставить таким ужасающим угрозам, как пожары. Эти кадры настолько сотрясают сознание, что мозг отказывается верить в увиденное. Сколько же деревьев было безжалостно срублено в угоду чьих-то бизнес-целей. Но самое обидное, что это лесное кладбище так и осталось доживать свой век. Ведь никакие работы так и не начались. Потеря такого огромного судна однозначно увенчивается огромными убытками. За таким зрелищем грех не понаблюдать. Паренек точно знает, как оторваться по полной. Какой же это все-таки экстрим? Вот так вот прокатиться по тросу над рекой. Есть вещи, в которые абсолютно невозможно поверить. Удивительно, как такое вообще может произойти. Такие сооружения приносят людям не только техническую пользу, но и однозначно эстетическую. Настоящие водопады, созданные рукой человека. Вот это, конечно, размерчик. Работники судна на фоне этой громадины, кажутся просто крохотными муравьями. Наблюдатель Земли вероятнее всего увидел бы обычную радугу и ничего более. Но подобрав подходящий ракурс неба оператор смог запечатлеть просто сказочную оптическую иллюзию, когда радуга замыкается в идеальный круг. Даже маленькая торнеда несет в себе ужасную разрушающую силу. Но при должных обстоятельствах подобные вихри в воздухе могут сотворить такую прекрасную картину. Только лезть туда, подобно этому парню, точно не стоит. Все мы привыкли к отдыху в палатках и пикнику в более теплое время года на зеленых полянках. Но как насчет ледяного кемпинга прямиком посреди реки? Выглядит очень необычно и в то же время опасно. Издалека может показаться, что это обычная каменная порода. Но чуть приблизив камеру, можно увидеть, что на самом деле это все отдыхающие на клочке земли моржи. Небесные пейзажи, вероятно, самое красивое, что можно наблюдать на нашей планете. Только посмотрите на эти безграничные облака, сквозь которые пробиваются солнечные лучики. Иногда камера может поймать не только необычные красивые кадры, но и такую жуть. Какое-то неизвестное науке существо разгуливает прямиком по пустыне. Не хотелось бы оказаться где-то там рядом с ним. Настоящий человеческий муравейник. Уму непостижимо, но в этих крошечных домиках, которые практически стоят друг на друге, проживают более 10 тысяч монахов и монахини. Прогулки возле вулканов очень опасная затея. Даже если кажется, что он неактивный. Ребятам нужно сильно поспешить, чтобы обезопасить себя от извержений этого гиганта. Кто сказал, что спорт это только для людей? Кажется, что эти дельфины даже намного профессиональнее, чем эти серферы. Хотя не странно, ведь это их привычная среда обитания. Вот это разрушительная мощь. Вот так вот. Перед тем, как строить что-то новое, нужно избавиться от старого. Главное – предупредить местных жителей о таких работах. Оказывается, вулканы бывают даже под водой. Иногда после их извержений на поверхности могут остаться целые тонны застывшей магмы, на которых вполне себе можно строить города. Некоторые горы настолько высокие, что просто стирают границы между небом и землей. Вершины этих скал полностью укрыты облаками, что делает вид еще более прекрасным. Такой снегоход напоминает настоящий футуристический автомобиль. С его помощью можно легко и без препятствий передвигаться по любым заснеженным участкам. Вы не ошиблись. Эти огромные стрелки на земле сделаны не для красоты и не просто так. Это настоящий примитивный GPS для самолетов. Мост посреди джунглей точно не предназначен для автомобилей. Но для туристов и путешественников может стать очень полезным в быстрой переправе на другую сторону леса. Попав в нужные руки, машины могут быть не просто транспортным средством, а настоящим инструментом для искусства. Ого, а неужели супергерои из фильмов и комикса все-таки существуют? Или это просто чья-то забавная шутка? Эта огромная стая птиц делает свой обычный сезонный перелет в теплые края. Но больше удивляет то, как они держат порядок и четко знают свое направление, не превращая все в хаос. Да они настоящие безумцы. Эти ребята не просто взобрались на ледяную глыбу, но и превратили ее в настоящий плод, управляя обычными веслами. Развлечение не для слабонервных. Синхронность в таком деле неимоверно важна. Но сколько же времени потребовалось, чтобы целой группе отточить этот навык до идеального уровня? Отступая, прилив создает просто умопомрачительную картину, особенно когда смотришь на это с высоты птичьего полета. Для искусства нет никаких границ. Настоящий мастер может сотворить настоящий шедевр только из подручных средств, как этот мужчина. Используя только песок и свою фантазию, он рисует картины прямиком на земле. Мы точно уверены, что эта подборка вас впечатлила. Ведь мы всегда стараемся подбирать для вас все самое лучшее. Благодарим постоянных подписчиков и горячо приветствуем новых. Иногда понять человека очень трудно, особенно когда его развлечения – прыжки со скалы. Такие ребята – настоящие смельчаки, которые всегда находятся в поиске адреналина. Данная фотография может вызвать ужас. Но не стоит переживать за этого горного козла. Для человека такая ситуация могла бы стать фатальной. Но для животного это обычное дело, которым он занимается каждый день. Какой ужас! Что же там на самом деле произошло? Неужели водитель пытается скрыть какое-то действительно ужасающее преступление и убежать с места происшествия? Горы и каньоны – одни из самых опасных мест для человека. Соваться туда без должной подготовки и снаряжения явно не стоит. Кто знает, какие ловушки могут скрывать за собой эти тысячелетние, могущественные природные образования. С нетерпением ждем вас в комментариях. Напишите обо всем, что вам понравилось или заставило улыбнуться.